На учебу не в город. Как получить профессию и не уезжать при этом из родного поселка? Этим вопросом сегодня задается молодежь, живущая в районах области. Наша съемочная группа отправилась в Толибийский район, в колледж номер 8, чтобы собственными глазами увидеть, как учат в среднеспециальных заведениях в селе. Теперь мы здесь в этом предложении. Все, ошибок нет, посмотрели. Колледж основан еще в далекие 60-е годы прошлого столетия. На сегодняшний день в учебном заведении обучаются более 500 студентов. Так получают знания будущие сельхозники, автослесари, токари, маляры и даже текстильщики. За последние годы с помощью государственной поддержки в колледже обновили всю практическую базу. Теперь студенты могут проходить практику на новой технике, будь то автомобиль или сложное автоматическое оборудование. Иван Коршунов постигает тонкости слесарного дела. Говорит, что за два года обучения очень серьезно обладел профессией слесаря. И все благодаря дуальному обучению, которое предполагает 60% практики и всего 40% теории с первого дня занятий в колледже. Иван считает, что такой вариант обучения более продуктивный. Что это за мчей мотор? Это ГАЗ-53. ГАЗ-53. Для чего служит колленвал? Колленвал, он к нему, поршня, держится поршня к нему, и колленвал крутится, и каждый поршень по-своему крутится. И в камере возгорания клапана дают ему бензин, в камере возгорания он взрывает, а другой клапан высасывает бензин. И за счет этого, считай, работает мотор. А для чего поршня нужно? Покажи поршень. Пожалуйста, подними. Вот, это поршень. Поршень держится шатуном на пальце. Это называется палец. Вот, шатун ходит по нему. Палец держится на этих... Штопор. Да, на штопорах потом. В поршне есть кольца, которые... Три кольца, да? Три кольца. Два компрессионных, вот такие сверху. Они такие, и одно маслосъемное. Оно вот такое. В колледже обучаются и дети из малобеспеченных семей и выпускники детских домов. Мария Кирова жила долгое время в Сайрамском детском доме. После поступила в один из платных колледжов в Шимкенте. Но вскоре переехала в Ленгер, где девочки предоставили отдельное жилье, бесплатное питание и качественное обучение. Девушка – отличница. Денег не было, здесь стипендия. Там это... Я же с детского дома, в детском доме обучалась, и там как бы не было таких условий, чтобы я жила в городе. Переехала сюда, здесь учусь, уже два-три месяца я здесь, а мне здесь очень нравится. Ни на что не жалуюсь, питание очень хорошее, в общежитии очень тепло. Студентов колледжа можно уверенно назвать трудоголиками. На базе колледжа несколько цехов, которые не простаивают ни на минуты. Студенты не только проходят практические занятия, но и имеют возможность заработать. Заказчиков местных жителей, желающих заказать мелкий ремонт автомобиля, фашив спецодежды, ковку ворот и заборов, хоть отбавляем. Продолжение следует...